так ну продолжим вот это я думаю понятно показывать объяснять не нужно как крутить все предельно ясно просто дополняшки теперь более сложный но весьма интересный и залипательный варианта нарезания резьб на станке некоторые скажут саня так у тебя и так станок токарно винторезный нарезая резьбы говорится не хочу это это верно это правильно только чтобы нарезать допустим резьбу вот такой длины да то нужно как видим чтобы вот эта заготовочка да не только такой длины может даже и побольше чтобы заготовочка как минимум было потолще чтобы ее не отгибала и нужно ее фиксировать фиксировать обязательно но это не всегда удобно я имею ввиду прижимать центром вращающимся но это не всегда удобно и бывает зачастую что работаю сейчас опять же со всякой мелочевки включая даже вот эти вот болты шестерочка видно да ручной вариант он и есть ручной вариант но когда работаешь на автомате тот в резцом здесь не разбежаться все это дело поправить а когда это не один десяток нужно сделать за пару минут то приходит на помощь вот эта штука как-то так как это работает давайте покажу с чего я сделал уже многие догадались это это друзья часть кардана шлицевая вот она с этой стороны находится к ней приварен конус морзе и вторая ответная часть это вот этот вертолет вот отсюда также проточен здесь я выкрутил этот болт и нарезал там резьбу в двух местах потом расскажу зачем и почему выточена была втулочка сюда вот это колечко которая вот здесь стоит но грязная и втулочка для того чтобы зажимать друзьям плашки вот и все таких частей у меня несколько сейчас покажу кардан убираю это убираю вот из этих запчасти так мусорец сейчас уберем я думаю понятно да сделал конус морзе для удобства заднюю бабку поставил дальше все это дело собирается и нарезается резьба давайте начнем самых мелких плашек да ну это по крайней мере вот эти плашки это самые мелкие которые у меня есть но я имею по диаметру и вот сюда они не совсем до входят было выточено несколько втулок эти все втулки под разные калибры плашек вот под эту плашку идет это вот втулка до одно отверстие больше их нет ставлю напротив прорези эту плашку так вот сюда потом эту втулку ставлю также швот напротив прорези она только вот так да наверное так вот так или не так сейчас будем разбираться уже не помню а ну да так плашка достается так вставляется при этом втулка вставляется с обратной стороны разбирается в обратную сторону она как бы ее держит не знаю как объяснить но тем не менее вставляем и вставляем ее меня вот один болт длинный два коротких короткие прижимают обойну обойму длинный прижимает саму плашку чтобы поменять плашку откручивается один болт и она оттуда достается давайте сейчас вот так вот и поставим более-менее но сейчас само себя отцентрует вот и остается закрутить использую шестигранник очень удобно просто вращать по-быренькому в процессе и вот сильно так выкручивать не нужно эти подтягиваю они держат обойму при смене плашек она никуда не вываливается не не девается все это для самых мелких теперь можно нарезать резьбу на автомате давайте сейчас поставлю вот эту не давайте сейчас расскажу потом камеру перенесу не хочу бегать как это работает в конце посмотрим это один вариант сменить плашку достаточно вот попустить чем-нибудь подходящим и отсюда выбить при этом она легко снимается ставится в руках к станку она никак не привязана к станку привязана только шлицевая часть это один момент другой момент есть же флажки других калибров правильно по сравнению с этой есть флажки чуть побольше есть еще больше и так далее и тому подобное и до бесконечности все уже заложено здесь все размеры абсолютно под всем что нужно сделать это нужно ее достать смотря что режешь как делаешь и тогда там подобное ходовые вот здесь до 12 калибра вот здесь вот все становится и все получается побольше выкрутить приходится ведь это все это в режиме реального времени собирать разбирать и тогда это подобное эта втулочка для мелких убираем появляется втулочка друзья для крупных поэтому и вот так вот разворачиваю там есть упор вот либо не разворачиваю я уже не помню сейчас будем импровизировать смотреть это для более крупных то есть сюда и туда да вот так при этом когда обойма поджимается один винт плашка достается если нужно еще крупнее снимаю эту обувь здесь уже проточена под следующий калибр на плашек вот при этом можно их поджать с трех сторон до либо с одной стороны здесь вот эти винты только обоймы прижимаю чтобы когда их доставать они каждый раз не вываливать они по большому счету вот здесь вот они нафиг не нужны вот отлично также работаю сейчас мы покажу все как она работает принцип действия и различные вариант варианты есть плашки для еще крупнее то есть сюда уже как бы она не становится но используя небольшой переходничок идем здесь проточки так чтобы он сразу ставить так как нужно напротив вот этого вот этой штуки для чего она тоже сейчас покажу все калибр покрупнее зажимается также одним болтом и так друзья я понимаю что половину непонятно ну тех тут чуть-чуть держали в руках запчасти от кардана имеют доступ к токарнику всегда могут что-то такое подобное сделать план с лерками плашками разобрались ну бывает нужно все таки и внутрянку прогнать поэтому вдобавок к вот этому у меня еще сделано вот такая вот штука также шут до коротыша для зажима прижима будем сейчас попадать стружки капец рабочий инструмент патрон на 16 также проточена вертолет шлицевая часть взята конус морзы отпиленный вот от этой части переходничок на b16 как раз использовал на свободный патрон выточена была втулочка здесь вот такая глушка все это ровненько варена также все это дело друзья работает лицевая часть нужно для подвижности и сюда зажимаем либо вот так резец либо вот так не резец этот плаш куда и туда его либо вот так в общем как нравится как мне нравится так я ее использую когда нужно много гаек поправить либо нарезать резьбу я их покажу сейчас как это все происходит батя уже погнал ладно давайте в токарный станок и все эти причандалы вот это кстати запчастюлина тоже вот отсюда для автоматической подачи так ну на широкий угол снимаю потому что если его включить на нормальный он просто вот это всего ничего не видно первым делом берем и ставим шлицевую часть и она отцентрована так как нужно через конус один через конус другой все варивалась тут без технология была целая чтобы того с первого раза попасть друзья остается надеть вот эту причандалину причем неважно каким образом вот мы еще добавляю пружиночку вот сюда она проходит сюда кстати можно надеть еще пружину с клапаном и кисы 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 патрон зажимаю ключик подходящего калибра на 13 так как болт на 13 это болт автомобильный крепкий вот но он садится глубоко для удобства еще в кину сюда вот гаечку так чтобы видеть край болта может даже не одну все потух упал достал и все-таки одну гаечку оставил на две слишком подъезжаем ну так подъезжаем друзья чтобы вот в отпущенном состоянии в отпущенном состоянии болты можно было менять все зажимаем и заднюю бабку ставлю болт и пинолью завожу так сказать пружину вот сюда примерно 1 пониженная частотником регулирую обороты и смотрю немножечко маслица погнали даже можно и на второй нарезать не знаю как показать я думаю видно вот так блестит а так мне не видно головку плохо зажал сильнее надо поджать болт крепкие друзья нужно чуть побыстрее вот так чтобы его видно было на край поставим поехали в пищу до конца все а теперь назад и пинолькой тоже так немножечко и возвращаем нужно передачу повыше включить пинолькой тоже так все и и и и и все резьба резьба до резана до конца болт вот этот который автомобильный вообще не напрягает так дальше снимаем пружинку достаем из конуса так чтобы она вращалась более-менее подгоняем листы держать у меня здесь сделано с подкладушкой 1 тоненькая прокладка но я так ее и варил и ставим это бутик не выкручена ровняем как мне нравится и зажимаю зажимаю прижимаю комф морза не забит он вставлен плотненько чтобы вот оно взяло свое положение если у засандули туда то потом будет сложнее и труднее проверяем выставляем теперь сейчас слегка теперь конус забью не провернулся все оно здесь лимбой точнее штурвалом выставляю лево-право по выше не а ну то что нужно теперь можно заднюю бабку вообще убрать подачь продольную не трогаем берем кусок какой-нибудь арматуры и нарезаем километр резьбы челюсти надо приоткрыть побольше наверно он примерно так для демонстрации пойдет прибалтываем подачу я имею ввиду обороты и пробуем пробуем сюда это пальто видно сдвинулась у меня резцедержка сейчас поправляем на место ставим выставляем да так и есть где-то неправильно или не дожата была в общем заезжаем на шлицы полностью заезжаем так в болты уперлась вот так и затягиваем так поперечкой ловим то что нам нужно очень легко и быстро найти центр всякое бывает потому что давлю рукой видно ее немножечко повело в сторону процесс поехал нарезание это десяточка повторюсь тяжело так идет посмотрим что там получается что тут не очень то и получается надо развернуть можно не пойму я да смотрите вот здесь заход более пологий а вот здесь он не такой как все интересно первый раз встречаю чтобы было с одной стороны вот с надписью офигеть ну что есть то есть стружка попала плотненько все тем более делаю это вот на ваших глазах как говорится спилитель и так оставить так оставлю поехали по-моему дело пошло чуть-чуть увеличим скорость реза интересная какая-то плашечка с одной стороны широкий заход а с другой стороны так как есть так и есть как то так вот сейчас остановил смотрите сейчас отпускаю вот эту всю петру здесь у нас какое резьба я уже не помню по моему шаг полтора если я не ошибаюсь сейчас померяю и включу автоподачу отпустил специально чтобы попасть гайкой на шлицы в натяг и дальше она уже поедет и начнет толкать сам суппорт саму только успевают перещелкивать и всю в натяг главное чтобы было мать их все сейчас меряю и продолжаем и выставляю нужный шаг нужную подачу так шаг полтора действительно кулачки не зажаты сейчас включаю пониженная первая включаю чтоб суппорт начал движение потом зажимаю кулачки суппорт поехал торможу гайка стоит в натяг теперь мне надо подвести подвести вот так чтобы зажать все это дело все включаем и нарезаем друзья резьбу при этом суппорт движется с той же скоростью которая какой нарезается резьба в плашке я руки у меня сам подается подается сам крутится сам так ну сейчас здесь вылетит уже посмотрим что получилось за резьба и получилось ли она вообще так тормозим гаечку маточную отключу на всякий случай потому что сейчас не знаю что там 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 будем смотреть вместе и подача потихонечку на малых назад при этом рукой рукой штурвал вращаю потому что я не знаю есть ли там резьба возвращаю рукой даже нужно приостановить включить повышенную реверс поехали интересная плашка почему-то заход у нее с одной стороны вот она резьба сейчас покажу возьму гаечку 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 была по нарядам эта гаечка сейчас найдем так ну переключил камеру в общем вот она резьба нарезана на шпильки это надо будет продуть хоть с этой стороны хоть с той без разницы ну нарезал сколько сколько нарезал также можно было тормознуться расцепить маточную отодвинуть сколько еще нужно включить маточную начать движение на винт так сказать и на гайку чтобы она в натяг пошла обратно зажать кулачки и продолжить нарезать с той же скоростью с тем же шагом нужную резьбу на вот таком вот гнущемся куски арматуры что не невозможно сделать резцом вручную вопросов нет можно поставить плашкой держать ее вручную как-то ее там контролировать но тут еще надо мало того что ее контролировать надо еще и все-таки маслицо подливать вот лучше конечно все это дело намазать салом оно еще лучше будет нарезаться но пока так вот я же повторяюсь вот в таком режиме убирается задняя бабка открывается икно и до самой речки можно отсюда подавать туда нарезать если есть необходимость такие же можно делать и и левые резьбы без разницы это нужно соответственно левые лерки плашки вот как-то так друзья любой калибр любая длина соответственно то же самое будет работать и с патроном зажимается запчастюлина я не знаю ставится мечик и все то же самое я пробовал но это было чуть раньше это коронкой высверливал металл центровочная это остается зажимал и мечиком нарезал ну так видос растянулся еще и мечиками в принципе можно и заснять а нет может быть когда-то в процессе и покажу души голова кипит видите стоит только неправильно поставить и все и не пошло ладно друзья всем пока с вами был Санек штука действительно рабочая и здорово выручает как-то как-то даже вот какие-то вещи те которые нельзя сделать на токарно-винторезном станке я имею резцом вот такие дела ладно друзья всем пока скоро увидимся и и а и Продолжение следует...